Дорогие друзья, мы продолжаем сегодня, у нас замечательный солнечный день, я не знаю сколько времени у вас, но у нас много времени, у нас в гостях актер сериала «Физрук» и не только Даниил Вахрушев, привет, привет, Саша, как ты сонно поздоровался, расскажи про свои вредные привычки, мы всех спрашиваем сегодня об этом, Ну вот, прорва вредных привычек, я думаю, если я начну перечитать их всех, вас закроют за пропаганду, к тому же там у вас в зале, чтобы ты знала, сидит девушка, она прокурор, вы ее видели, да? Ну вот, а вообще я курю, типа сигареты, выпиваюсь с друзьями Двенадцать плюс канал О каких вредных привычках тогда мы можем говорить? Нестандартные вредные привычки Нестандартные вредные привычки? Ковыряешься в носу, поешь в душе, не смываешь в туалете Нет, я все это делаю, все это делаю, слава богу А, нестандартные вредные, я много вру Да правда? Серьезно То есть сегодня у нас будет лживое интервью? Сегодня у вас в гостях вру, Данила Вахрушев Хорошо, расскажи с чего началась твоя актерская жизнь Собственно я хотел стать менеджером при рекламе и всю жизнь рисовать и режиссировать ролики какие-нибудь И уже собирался заняться этим Но однажды меня спросила мама, а не хочешь ли ты быть актером? Вот, я пошел на курсы у себя в Котласе в драматическом театре Прозанимался год Между прочим, когда меня увидел педагог, она сразу сказала, что мне ничего никогда не получится в жизни Что мне сейчас лучше уйти отсюда Вот, но мне очень хотелось и как-то я настоял на своем Потом я поступил в Амгуки Оставим это Оставим мы про Амгуки Вот, потом поступил в Амгик Снялся в студии 17 и дальше пошел, поехал С первого раза ты поступил в Амгик? Нет, я же говорю, я с первого раза поступил в Амгуки Это понятно А после того, как ты начал поступать в ГИТИС? Нет, вот на второй год, когда я пошел, я даже никуда не поступал У меня случайно получилось поступить в Амгик Это была какая-то воля случая Я ничего не читал даже И на каком курсе ты начал сниматься? На втором И ты нормально совмещал? Ну, не знаю, политика нашего университета, как бы она одобряет съемки То есть с первого курса можно сниматься? Да, конечно, но это в их интересах Ты не пожалел, что поступил в Амгик? Нет, нисколько Если бы я поступил куда-нибудь в другое место, я бы, наверное, пожалел Сейчас ты на четвертом курсе? Да Что планируешь делать дальше? Сниматься, наверное А есть какие-то предложения? Есть предложения, есть парочка предложений На самом деле, да, есть два достойных проекта Сейчас один Достойных тебя? Достойных зрителей, я думаю Так правильно Хорошо Ну, расскажите немного про эти проекты Название не говори, мы не будем афишировать Один проект, это что-то типа молодежной бригады В общем, собственно, я играю там так уже персонажа, как в «Изруке» Я постоянно, кстати, это мое проклятие Я играю лучших друзей, которые постоянно ходят обиженные И пытаются подружиться со всеми Вот И в «Минных джунглях» так уж и быть На самом деле есть уже и трейлеры, и все в интернете Просто задержали именно Сам показ на канале, да Я играю там персонажа, Гуфи, это рэпер Он любит девочку Которая встречается с чуваком из банды Вот, у них своя сюжетная линия И, в общем, я там таким же образом попадаю в эти общие замесы Вот И какая роль тебе из всех твоих нравится больше? Валентин Физрук, несмотря на все это Да? Да Почему? Потому что там тебе клеят усы? Нет Потому что там мне клеят гримерши Нет Не знаю, слушай Нет, она просто интересная И там замечательный артист играет Дмитрий Нагиев Серьезно, это прям Типа уровень А как ты попал в Физрук? В студию 17 снимал тот же режиссер, что и Физрук Сергей Сенцов И, видимо, как-то, не знаю, он позвал меня на пробу и пришел И прошел Расскажи про своего персонажа Мы видели всего две серии Расскажи немного про него Мы уже поняли, что ты такой Какой, да? Какой такой? Ну, как бы описать ботан Ты же ботан? Целеустремленный Я бы сказал так Как будет развиваться история твоя? Ну, я, во-первых, сам не знаю Я думаю, что мой персонаж, конечно, в итоге должен приобрести какой-то все-таки мужской стержень Потому что пока что это, да, ничто Он просто забавный усатый тип Вот Ему нужно как-то что-то сделать с собой То есть это мы увидим? Или это твои предположения? Нет, я думаю, что это произойдет, конечно Какой-то, типа, конец будет, да Получается, твой самый любимый проект это физрук? На данный момент, да А в театре ты играешь? Нет, никогда не буду Почему? Вот, да, честно, если говорить То по факту я, типа, в Котласе вырос И приехал сюда четыре года назад И это анрел полный Здесь не выжить, к сожалению На условиях театра На условиях работы в театре Ты имеешь в виду по деньгам? Да, да, да Ну, а если у тебя будет там какой-то нереально большой проект И параллельно ты будешь отыгрывать там раз в три месяца в каком-то спектакле? Ну, ты бы сама хотела играть в театре, это же каторга Чисто Ну... Это же именно служить, поэтому и не говорят служить в театре Потому что действительно это как служить То есть ты вообще наотрез, даже если это будет там большой театр, малый Мне еще на самом деле неудобно в театре играть, я не люблю Я как-то еще на камеру более-менее комфортно себя чувствую А в театре не могу У меня начинает биться сердце, меня берет дрожь, бросает в под Какой опыт? Так я же учусь в театральном вузе, да Ну, и вы там ставите какие-то исюды? Да, спектакли, сейчас у нас два дипломных спектакля Война и мир и Чайка Кого ты играешь в Войне и мир? А-а-а... Мне кажется, сейчас такие вопросы даже уже не актуальны Просто никто не читал Война и мир Ну, я играю и Полита Курагина Собственно, кто-нибудь знает, кто такой Полит Курагин? Нет, да? Потом Аркаев Марк... Господи, как же Макар Андреевич, это какой-то сумасшедший Ну, в общем, не суть Ну, забавные ролики Захочешь, придешь, увидишь Хорошо Спасибо за приглашение, мы обязательно придем Скажи, ты можешь сейчас какой-нибудь отрывок рассказать Показать свою актерскую игру? Я думаю, что я откажусь Почему? Не знаю, мне кажется, я и такая бояшка Не знаю, ну зачем Ну, хорошо Скажи, какие у тебя есть увлечения, помимо работы твоей? Да, на самом деле, тьма прорва, поскольку профессия наша состоит просто из накапливания какого-то опыта Увлечений было куча всяких В плане спорта, ну, я занимался 11 лет плаванием И какие у тебя достижения? У меня есть грамоты, но это были за первые места даже есть грамоты, но это было как бы до 15 лет, то есть они сейчас уже не актуальны Я катаюсь на агрессивных роликах, если не знаешь Это у которых два колеса? Два колеса, да Потом 100 Акробатика, это тоже мне очень нравится А где ты занимаешься? Слушай, ну, пока учился, занимался у нас в зале, а потом мы занимались, по-моему, на Черкизовском, где-то есть зал с ямами Угу То есть это просто увлечение? Ну, это как раз Или ты как-то планируешь с этим что-то связать? Ну, нет Ну, фишка в том, тоже, типа, работаешь Работаешь Даже актерство Все говорят, ой, ты актер, тебе не так весело Это все равно работа, да? Как будто работаешь по 15 часов в день И приезжаешь, вдыхаешь и занимаешься своим любимым хобби Это как раз, наверное, тебя питает И ты на следующий день снова идешь свежий, а не убитый А какие-нибудь сноуборд, горные лыжи любишь? Сноублейды, это такие короткие лыжи Угу Но, в основном, все чуваки, которые катаются на агрессивных роликах, зимой прилезают на сноублейды А на агрессивных роликах кататься же опасно Опасно Были у тебя какие-то травмы? Да, ну, как бы, да, были, наверное, да Они дают о себе знать Мне хрустит плечо и коленка Ну, не то, чтобы жестко, я никогда ничего не ломал А чего можно достичь в этом виде спорта? Просто я никогда не сталкивалась и не видела, как катаются на них Можно, ну, как? Ты начинаешь кататься, не знаю, наверное, придумываешь какие-то свои трюки Это, наверное, верхушка Потом ты начинаешь кататься за команду В основном от фирмы-производителей одежды Не знаю То есть соревнования тоже есть, да? Ну, да, конечно И ты участвуешь? Нет, я не участвую Никогда не участвую Я катаюсь для себя А тренер какой-то есть или? А теперь Назначение Продолжение следует...